Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Биткоин, Сатошевич, ну что же ты делаешь уже? Сколько можно мотать всем нервы? Посмотрите-ка, вот в этом треугольнике нисходящем зажали просто всех трейдеров. И лонгистов, и шартистов. Никому не дают заработать. Ну, разве что самым скальпером, кто внутри вот этого всего там торгует плюс-минус 500 баксов. Что интересно, что этот треугольник можно трактовать по-разному. С одной стороны, это медвежий паттерн, нисходящий треугольник, который по технике пробивается вниз. Но, если мы будем смотреть, куда он пробивается по технике, ребята, то эта цель ниже 20 тысяч долларов. 19 тысяч долларов плюс-минус. И это, конечно, наверное, не радует лонгистов, те, кто застрял в позиции. Но, с другой стороны, те, кто на споте, смогут откупить позже и ниже. И этого многие на самом деле и ждут. Но я вам предлагаю взглянуть на этот треугольник немного под другим углом, ребята. Вот здесь вот у нас была желтая точка на 4-х часовике. Также очень сильный сигнал «побегаю». Здесь, когда мы снова прокалывали его вниз, снова у нас был сигнал «побегаю», говорящий о том, что большие покупки, там на самом деле очень большие ордера стоят по 28. И у нас здесь зеленая точка на сайфере, говорящая о том, что импульс в моменте собирается скорректироваться наверх, типа как вот здесь. Но я вообще по-другому предлагаю на это все взглянуть. Не с точки зрения теханализа, а с точки зрения фактов, что происходит сейчас на рынке. Происходят неимоверные ликвидации маржинальных позиций. Посмотрите, за последние сутки ликвидировано больше всего позиций по эфиру на 6,5 миллионов. По ANC, по GMT, по Битку, вот какие ликвидации. Очень крупные на самом деле ликвидации происходили за последние дни, скажем так. Что происходит в этот момент? Давайте поймем, что на рынке есть несколько типов игроков. Но если грубо разделить, то два типа игроков. Это мы с вами, да, розничные трейдеры, инвесторы с депозитом там в тысячу или там даже в 100 тысяч долларов. Это все равно розничные мелкие рыбешки. Креветки так называемые. А есть еще киты на этом рынке, которые тоже хотят набрать позицию. И они хотят набрать позицию дешево. Но вы понимаете, что если вы управляете сотнями миллионов долларов, как крупные игроки, вы не можете набрать всю позицию по одной цене. Просто в стакане нет такого количества ордеров. То есть если вы здесь хотите набирать лонг, то вы просто запампите цену. И такие боковики, нисходящие боковики, зачастую являются периодами аккумуляции как раз крупных игроков. Каким образом? Да вот таким как раз на ликвидациях мелких игроков. Что происходит на ликвидациях? Пэник сейл. Кого-то принудительные продажи случаются. Другие в панике, в страхе начинают распродавать все. И кому они все это распродают? Да, конечно же, крупным игрокам, которые откупают все вот эти просадки. И это не значит, что нас не могут свозить еще ниже. Если нас свозят еще ниже, они там еще больше откупят. Но таким образом, на каскаде ликвидации, когда все падает, вот как вот здесь, допустим, крупный игрок закупается. Вы же понимаете, что битки, они не куда-то в никуда деваются. Они все переходят из слабых рук в сильные, в постоянные. И давайте обратимся к истории. Чему нас учит история? Посмотрите, в разные времена на биткоине, в разные года, в разные ценовые диапазоны был очень похожий паттерн. Это так называемая медвежья ловушка или двойное дно. Посмотрите, 2020 год, ковид дамп, сквиз, не переписали лоу, разворот был ран. 16 год, то же самое, 17 год, то же самое, 15 год, то же самое, 21 год, то же самое. Это разворотный паттерн, ребята. И это нужно просто помнить и держать в уме. Как нас не пытаются запутать, поверить в обратное? Посмотрите, очень похожая структура, очень сильный дамп, сквиз, отскок и второй дамп, который, скорее всего, не опустится ниже, чем предыдущий лоу. В редких случаях он опускается ниже, чем предыдущий лоу. В редких случаях мы можем сделать пере-лоу и потом отскочить. Но на больших таймфреймах, как правило, мы не переписываем лоу. Теперь опять же, хочу вам напомнить, что количество лонгов на бирже Bitfinex, маржинальных лонгов, не фьючерсных, а умных лонгов, назовем это так, количество этих лонгов не просто переписало all-time high, оно затузымунило относительно прошлого all-time high в несколько раз. Если вы посмотрите внимательно, эти лонги знают, что они делают. Посмотрите, вот здесь вот у нас был похожий случай, когда количество лонгов переписало свой максимум. И это было дно. Посмотрите, опять же паттерн дно, не переписали дно, отскочили, улетели наверх. Потом на росте эти лонги распродались и снова на падение они добирались. И вот на последнем падении посмотрите, как сильно они загрузились. Вероятнее всего, ребята, это и будет дном снова. Очередная коррекция больше, чем на 50% по биткоину. Сколько мы видели таких коррекций уже с вами? Миллион. 60% уже от high. Так что понятно, что страшно, ребят, мне самому страшно. Я открываюсь, закрываюсь, перезахожу, открываюсь ниже, режу риски, скажем так. Но сейчас вот этот треугольник, который пробивается вниз, сложно. Очень многие зашортят, выйдут с рынка. И я просто уверен, ребят, что это все дело развернется вот таким вот способом. Потом опять же, если вы посмотрите другие рынки, фондовый рынок отскочил, S&P-ха отскочила, NASDAQ отскочил, золото, ребята, отскочило, серебро отскочило, а биткоин все еще мнется по дну. Даже рубль отскочил, ребят, ну в смысле доллар. Все говорят рубль, на самом деле это неправильно, потому что это доллар. Доллар к рублю отскочил после желтых точек и диверов. Поэтому, друзья, на 100% уверен, что биткоин тоже отскочит. Я понимаю, что никто уже не верит, все ждут ту за дно, это прекрасно. Я вижу столько новых сейчас каких-то ютуберов, мне предлагают, которые говорят, что все, мы теперь будем только падать, никогда не будем расти. Столько хейта в комментариях и в чатах, сколько я вообще никогда не видел. Мне больше всего это напоминает, ребят, вот тот самый момент, который был почти год назад. Когда мы были вот здесь, все в панике продавали, ждали 15 тысяч, и мы улетели на 69. Так что, смотрите, тут как минимум очень сильный отскок нас ждет, а вообще я думаю, что и полноценный разворот тренда тоже вполне себе будет уместным. Потому что никто не будет верить, все будут скидывать, продавать, ругаться матом, посылать этот биткоин и так далее. Но что еще примечательное происходит, это доминация биткоина. Доминация BTC на последнем падении очень сильно начала расти. И многие сейчас, наверное, спекулируют, что все, это конец альтсезона, доминация пробила наклонное сопротивление, закрепилась, и сейчас начнется тузамун битка по отношению к альткоинам, или жесткий дамп альткоинов. Как бы в целом-то это разумно, потому что очень много шлака за последнее время попало в топ-10, в топ-50 и так далее. Вон то, что мы видели с Луной, то же самое может быть и с Ниром, и с Соланой, и с Аваленчем, и с Матиком, и с кучей-кучей всего. Вот. Но при этом есть такие альткоины, которые уже отпадали на 98% от своего хая, поэтому, вон, Эфириум Классик показывает силу на этой неделе. Манера тоже держится хорошо. Это, кстати, старички, о которых мы с вами говорим на канале Тезис. Незначительное пока количество имен, но тем не менее. Поэтому, друзья, возможно, доминация сейчас еще подрастет. Да. Возможно, она подрастет куда-то к уровню 50, сходит. Но в целом, я все еще не исключаю вариант того, что она сейчас развернется и снова уйдет в этот боковик. Мы увидим движение по альткоинам, потому что альткоины и так уже очень сильно просели. Вот. Поэтому выбирайте просто те альткоины, которые не перекуплены к битку. Это не BNB, не Solana, не Matic, не NIR. Просто открывайте их графики к битку. Вот ваш BNB. Да, он там чуть-чуть скорректировался, но посмотрите, он просто на хаях. Он на хаях находится к битку. Вы это видите? Я это вижу. А вот биткоин кэш какой-нибудь, например, он находится на лоях к битку. Не на самых, конечно, еще лоях, но в долгую очень привлекательный уровень. И так про любой альт. Вы можете сами посмотреть. Dash к битку на супер лоях. Просто на самых лоях, которые только можно. А вот эфир к битку тоже на относительных хаях. Если он сейчас пробьет, эфир, кстати, слабость показывал, которую мы видели из ликвидации. Если он сейчас пробьет вот эту линию, эфир к битку может сдуться еще процентов на 20. Как пить дать? Вот. А полка дот к битку, но тут еще молодой график. Мы не видели еще дна медвежьего рынка. Но тоже уровень уже достаточно дешевый по сравнению с тем, где он был. Это не BNB, согласитесь. Эфир классик к битку. Но тут немножко другая история. Нифига, он, конечно, не дешевый, ребята. Он уже пампился вон как сильно в прошлом году. Он дешевый был вот здесь. Но, тем не менее, он похоже, что находится в долгосрочном аптренде. Посмотрите, вот это все был разворотный памп. А вот салана к битку, ребят, ну, она в середине своего пути, но пути вниз, как вы можете видеть. Я вам говорил про это и вот здесь, про салану, что вы что, прикалываетесь что ли? BNB сейчас вот здесь. Вот она приходит вот к этим вот уровням своим. Здесь, скорее всего, найдет какую-то поддержку, потусуется. Но в целом, я думаю, она может еще ниже ушататься легко. Посмотрите на тот же деш 19-го года или там на любой альткоин. Они все потом делают вот так вот. Поэтому не надо в это лезть, на мой сугубо субъективный взгляд. Вот XRP к битку, как и Stellar тоже, в принципе, находится уже на интересных зонах для аккумуляции. Посмотрите, он спустился как низко. То есть салана ваша, она сейчас где-то вот здесь вот. Может быть сильный отскок, но потом, скорее всего, дамп. А вот трон к битку находится тоже в интересной ситуации, как и классик, в принципе, и манера. Он уже начал выходить из зоны накопления. Посмотрите, пробил вот это нисходящее сопротивление и сейчас пробивает горизонтальное сопротивление. Очень важный уровень у трона сейчас. Если он сможет закрепиться над вот этим уровнем к биткоину, он и к доллару попрет, так что безоткатно просто. Вот, понимаете? Вам надо ждать вот таких вот сигналов подтверждения, если вы хотите впрыгивать именно в спекулятивный трейд в большом плече. Манера к биткоину тоже показывает некую силу, но пока еще даже до трона ей далеко. Манера, кстати, вот прямо сейчас работает с нисходящим сопротивлением. Так что смотрите графики, анализируйте. Я думаю, вы сами все видите. По такому типу анализа понятно становится, что Dash, Bitcoin Cash, они сейчас все еще вот здесь. Да, там манера, там трон уже где-то вот здесь, а BNB как бы он вот там. То есть, грубо говоря, вот здесь. Как и многие другие монеты, как я уже сказал, и маны, и соланы, и нир протокол. Мы сейчас все их открывать не будем, мы сделаем это на лайвстриме в следующий раз. Но в целом, я надеюсь, что мысль вы поняли. Матик тоже. Вот, помните, я рисовал стрелку вот здесь, что чуваки, ну это зашкал. И вот он не переписал свой хай и пошел вниз. Да, он может быть сейчас увидит здесь поддержку, но может и не увидит. Поэтому, блин, вот он где был, вот где надо было покупать. Все очень просто, если не усложнять, друзья. Покупать надо на лайах, а продавать на хаях. И вы не знаете точно, где дно, и точно, где хай. Поэтому ваша задача плавно догружать позицию по приемлемым ценам. Понимаете, если бы вы купили матик и здесь даже, и здесь, и здесь, на вас бы смотрели, как на идиота. Посмотрите, вы бы сколько потеряли здесь процентов. 90, наверное, он сложился. Но потом в долгую вы забираете прибыль уже вот здесь. И вот здесь тоже, и здесь по чуть-чуть, и вот здесь. Вы всю прибыль здесь никогда не заберете. Вы заберете ее частями, но вы возьмете большое движение. И больше это трогать не будете. Фома впрыгивать снова вот здесь. Вот такая техника, ребята, в долгую, она абсолютно рабочая. Те, кто меня давно смотрит, это знают. И те, кто с нами запрыгивал в эфир классик, в доджкоин по 20 сатоши, там, и в Атом, и в Рэйвен, и в Трон тот же самый, и все понимают, о чем я говорю. А те, кто пишут всякие гадости, хейтят, они думают, что вот Litecoin сейчас это скам, например. Посмотрите, Litecoin к биткоину находится внизу своего падающего клина. Тут только одна дорога, вот она нарисована наверх. То же самое я говорю и про Dash, и про все остальное. Естественно, ребята, крипта это риски, и все может соскамиться, вон то, что мы увидели с Луной. Но, опять же, не все. Изучайте фундаментал проектов. У Litecoin, у Dash, там, у того же, чейны уже много лет работают, доказали, что их не ломают, не хакают, ничего такого. Вот. А все эти токены, вы даже не разбираетесь, покупаете. Это просто дичь. А вот Compound, кстати, Compound находится на интересных значениях. Смотрите, я его открыл. Он пока еще не подтвердил разворот, но он находится по очень историческим лоям. И, возможно, тут ждут нас, конечно, MultiX. Чего не скажешь, кстати, про Chilis. Кто-то мне говорил недавно, что Chilis там будет, новый биткоин. Посмотрите, Chilis-то тоже, мега запамплен. Сейчас падающий клин, конечно, желтая точка, может отскочить с рынком, но в целом я бы в это не лез. Cake какой-нибудь тоже в даунтренде, посмотрите, к биткоину. Пока тут как бы разворотом не пахло. Вот у него были пригодные уровни. Так что все, вот так вот смотрите, анализируйте, набирайте монеты, не продавайте их китам на дампах. Лучше всего, конечно, торгуйте на спот, но если хотите торговать маржиналки, на свой страх и риск, все ссылки в описании. Я продолжаю добирать лонг по биткоину. На Femex вот у меня позиция сейчас в небольшом минусе, я ведрами ее набирал. Сейчас буду смотреть, может быть, догружу еще при подтверждении пробоя этого треугольника. Жду вот каких-то таких движений минимум на 32, а то я думаю на все там 38 куда-нибудь мы улетим. Плавно буду разгружаться ведрами, как вас и учу. Ссылка на Femex, как всегда, в описании и на все остальные биржи. В общем, друзья, будьте готовы ко всему и вот к таким сквизам тоже и не пугайтесь, не продавайте, потому что вы знаете, как только вы продадите, рынок развернется и полетит. Все, дисклеймер, не финансовый совет, всем профитроли, с вами был Гринин, на связи. И до следующей встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok